Если хочешь знать, я считаю, что ты слишком усердствуешь с этим делом. Я не хочу знать. Почему бы тебе не бросить эту работу в конторе? Потому что время идёт, процесс близится, а у меня всё ещё нет концепции защиты. Ты очень расстроена. Скорее, озабочена. Слишком. Что ты хочешь сказать? Ты слишком увлечена этим делом. Я просто делаю, что могу. Да. А кому цветы? Не тебе, конечно. Моя подруга лежит в больнице. Наверное, они взбодрят её. Я уж и не помню, когда мне присылали цветы. Потому что ты всегда бросала цветы в лицо. Извини. Понимаю, ты огорчишься, но мне пора. Пока. Всё быстро забывается. Любимому адвокату. Благодарю. Такие же, как на столе. Где ты их взял? По дороге наткнулся на твою сестру. А, так это её идея. Вовсе нет, как раз моя. Может быть, займёмся делом? Всегда готов. Хорошо. Нужен ещё один подозреваемый. Конечно. Выбирай любого. Дэвид, нужен кто-то такой, кто может заранить сомнения в умы присяжных. Кого-нибудь ты знаешь? Нет никого. Всех врагов Мадлен мы проверили. Мы же поговорили со всеми её друзьями, знакомыми, врагами. У всех железное алиби, которое подтверждено множеством свидетелей. Я знаю, но ты понимаешь, в какое положение это нас ставит. Послушай, если ты хочешь бросить это дело, я пойму. Ты сделала всё, что могла. Если ты считаешь, что всё напрасно... Нет, 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 я верю в твою невиновность. А раз я верю, то как-нибудь смогу убедить и присяжных. Ты замечательная женщина. Надо ещё прояснить пару вопросов. Ну давай сделаем перерыв. Хоть на минутку, а? Я не могу, мы не можем. Ты же знаешь, что скоро сутки. Я больше не могу. Слушай, давай что-нибудь придумаем. Попробуем. Сейчас? Нет, потом. Может проведём вечерок вместе и вообще не будем говорить об этом деле? Может я ещё что-нибудь придумаю? А? Как ты? Договорились. Ну и хорошо. А сейчас? Сейчас я на минутку тебя оставлю. Через секунду я вернусь. Извини. Ну что? Помнишь запись в ежедневнике, которую мы не могли прочесть? Помню. Вот она здесь. Кажется, мне удалось её расшифровать. Кажется? Если перевернуть вот этот значок, получится маленькая двойка. Так, хорошо. Значит, получается маленькая эль и двойка. Да. Эль в квадрате. Понятно. И что это значит? Откуда же я знаю? Наверное, это человек, с которым встречалась Мадлен. Я подумал, что наш друг Дэвид может знать, кто это. Наш друг. Я спрошу его. Спасибо, Перл. Я тебе очень признательна за всё, что ты делаешь. Очень. Это важно. Нет-нет, я не так уж много делаю. Просто мне не нравится, когда моих друзей загоняют в угол. Кроме того, мне хочется докопаться до истины в этом деле. Что с тобой? Боже мой, эль в квадрате, это же Лайонел Локридж. Лайонел Локридж. Не может быть. Ну, конечно. Это смешно. Посмотри туда. У него такой же ежедневник, как у Мадлен. Привет, Кортни. Джулия. Ты не против, если я... Заходи, заходи, Джулия. Давай вместе посмотрим. Это касается дела? А чего же ещё? Перл, это личное дело. Ну, мы все здесь друзья. Извини, но дело личное, Кортни. Извини. Джулия. Перл. Кортни, ты не против, если я перемолвлюсь парой слов с миссис Уэйнрайт? Конечно. Но я бы никому не проговорилась. Ты принцесса. Записная книжка Лайонелла. Он тебе её дал? Как бы это сказать, я её взял. Ты взял его ежедневник? Посмотри вот сюда. Я сравнил записи Лайонелла с записями Мадлен. Но без толку. Числа, когда Мадлен встретилась с этим Эль в квадрате, а у Лайонелла ничего не записано. Неудивительно. Погоди. А что если после убийства Лайонел стёр эти записи? Лайонел просто не способен на такое, Перл. Как знать. Что это? Смотри-ка. Мадлен. Мадлен. Мадлен.